Всем привет дамы господа, а также крестьяне и рабочие. Крестьянки и рабочие. Действительно, товарищи, товарищи. Ну хорошо, давайте начнем. Ладно, опять мы представляем наши питьевые обзоры, опять это будет традиционное пиво. Сегодня мы сравним пиво Старый Мельник, это пивоварня Москва ФС, то есть они варят моя Калуга. Опять Калуга, да? А, кстати, потому что это филиал, они уже купили этот Сабмиллер Рус в 2012 году. Не, у меня просто такое чувство, исходя из наших обзоров, что вообще 80% пива варится в Калуге как будто. А здесь не то, то есть Калуга, Ульяновск, что-то еще такое, Москва, по-моему, Новосибирск и так далее. У нас сейчас, как правило, такие гиганты стали, в общем, Балтика все захватила, Москва и ФС все захватила, и осталось довольно-таки мало таких пивоварня. Сейчас крафтовики начали немножко наступать, но это сейчас, в общем, доберемся и до них, нужно немножко подождать. Так, это пиво Старый Мельник, и давайте я скажу, алкоголь здесь 4,7. Павел, а вот не подскажете, когда примерно появился Старый Мельник? По-моему, это конец 90-х был. Ой, слушай, я так в школе учился. Вот когда вот только-только появился, он составил очень большую конкуренцию к Ленинскому Балтике. Были Клинской Балтике и Старый Мельник, и все брали Старый Мельник. И Бочкарев еще был. Бочкарев я помню. Ну, то, по-моему, не так вообще. Бочкарев сейчас вообще вроде пропал. Я очень сильно Бочкарев пил в 2001 году, или даже в 2000. А помнили-ка раньше кто-нибудь, мне казалось. Да? Ну ладно. А вот кто-то... По-моему, он был тогда очень-очень вкусный, брали ящиками. Ну хорошо, ладно. И пиво, которое составит ему сегодня конкуренцию, это Жигули. Это лутищи ларит, которые раньше варили мост пива. Сейчас он, по-моему, пропал, хотя, может быть, и сейчас есть. Что они еще варят? По-моему, они еще варят Эльбах на Ташмелье, скажем. Хорошо, а вот эта приписка барная, типа из бара, что ли? Жигули барная... Так, а из них приписки нет? Нет, просто Старый Мельник. А Жигули барная здесь сказано, сварено по фирменному рецепту ресторана Жигули. Ресторан Жигули, если вы не имеете память, он находится на Арбате. Ну, есть такой ресторан, я помню, где находится. Вот, видимо, по этому рецепту они решили забацать. Но я, честно, несколько Жигулей пробовал. Видимо, где-то я, в общем, на концерте поймал банку Жигулей, которую мы кинули в музыканты. Оно было очень вкусное, в отличие от того, как мы покупали обычный магазин. Магазин довольно длинное было. Ну, давайте попробуем тогда. Да, мы, кстати, не уминули, сколько градусов в этом Киеве Жигули. Здесь 4,9. Итак, мы сравниваем Старомельник, в котором 4,7, и Жигули, в котором 4,9. Давайте сейчас нальем и посмотрим. Давайте. Монтировка в данном обзоре нам не понадобится. Так что сегодня в Half-Life отец Павел не поиграет. Да, не понадобится. Ну, как, это монтировка, вещь, которую нужно каждой девушке, которая идёт под собой на прогулку. Ну, как бы, угли с монтировкой, там, какое-то такое, перед собой. Это, кстати, вот редкая серия. Ручка-то красная. А, то есть, какая-то ещё эксклюзивная монтировка, да? Эксклюзив, да. Давайте я попробую. Да, давайте. Попробуем. Спасибо большое. Крышку я вам отдам, не волнуйтесь. Хорошо, спасибо. Сейчас давайте нальем и посмотрим. А что вы можете сказать предварительно по цветовым данным? По цветовым данным? По цветовым данным? По цветовым данным? Это эхо вам сказать? Да. Тактика-технические характеристики. Давайте, короче, руки уберите. Это более насыщенная. Жигули, которая старый мельник, более светлая. Сейчас я постараюсь фокус нормально вести. Да, руки опять уберите. Ага. Да. Ну, так оно есть. Слева от камеры слегка рожеватая. Справа от камеры слегка солноцеватая. Ну, давайте попробуем. От слова солноце. Хорошо. А давайте попробуем пиво. Давайте. Начинаем, которая более лёгкая. Ну, правильно, чтобы опять в очередной раз не добить вкусовые рецепторы. Языковые. Вкусовые, которые находятся на языке полстерта. Да. А полстерта находится на голове. Голова на туловище. В человеческом. Так. Что-то здесь, по-моему, тоже немножко в послевкусии не особо прослеживается. Так, ничего. Блин, интересно. Вот интересно. Я сейчас, правда, начал пока это пиво пить, а вы начали это. Но я скажу про это. А мне оно нравится больше, чем томская фирменная. Хотя оно такое же лёгкое без послевкусия. Не знаю почему. А вот это вообще как-то поясное. Я что-то пробую. Я не ощущаю ничего. Ну, ладно. Сейчас я даю тебе дам вот это вот. Попробую. Угу. Что-то меня терзают смутные сомнения. Значит, ты уже думал. Я пока вынимаю для окончательного сравнения, чтобы мы имели… Я бы не сказал, что оно такое пресное, оно просто тёплое. А это как будто оно холодное. Это прохладное. Да нет, кстати. Я бы не сказал, что оно совсем уж говёное. Но потому что, как вы сказали пресное, говёным-то быть и не может, по идее. Почему? Я просто пью. Я не ощущаю то, что хоть ни пивом, ни чего. Вот здесь я хоть что-то чувствую в старом Мельнике. Какие-то, не знаю, может, все отголоски пива, наверное, правильно сказать. В «Джигулях» не чувствую ничего. Да. Да. Ладно, я пока наливаю, а вы выскажите свою оценку. Да, опять по пятёрке всё. По пятёрке? Отвращения нет, а особенного вкуса нет. Не за что зацепиться, скажем так, ни тут, ни там. Да? Моя оценка, наверное, не такая беспристрастная. Нет, пиво просто пиво, всё. Пиво, которое… Пиво со вкусом пиво. Пиво со вкусом пиво. Хотя вы про «Жигули» скажите «Ой». Да. Ну… Без проблем. Сейчас выскажусь я. Пиво «Старый Мельник» в моём понимании здесь просто лидирующая позиция внимания. Пиво «Жигули». Когда я пью «Старый Мельник», я что-то чувствую. Хотя бы, может быть… Например, плюные пливки и так далее. Здесь я пью «Жигули», я чувствую… Я ничего не чувствую. Я просто что-то пью. Я должен на самом деле корчинку слушать, что я чувствую. И так далее. Ну, извините, пожалуйста, «Старый Мельник» и «Корчинки» нет вообще тоже. А здесь, если мы покрепче 4,9, если у него нет даже намёка на горчинку. Ну, вы знаете, здесь намек есть всё-таки на горчинку. Вы вот не соглашусь с вами. Потому что «Старый Мельник» на самом деле, вот серьёзно, в нём нет вообще горчинки. В «Жигулях» хотя бы небольшая горчинка. Попробуем. Нет, всё равно для меня это пресно. Я выскажу такое мнение. Старому «Мельнику» я ставлю 4, «Жигулям» я ставлю 3. Вот это именно моё мнение. А твоё мнение, по-моему, был «Старый Мельник» 5, «Жигули» 4, да? Нет, всё по пятёрке. Я сказал, пиву как пиво. Не поразило, особо не горчинку. Вот и всё. Вот моё мнение здесь такое, что «Старый Мельник» я ставлю 4, а «Жигури» я ставлю 3. Хорошо, вот такой небольшой вопрос. А водку каким пивом бы запивали из этих двух представленных? Томским. Нет, из двух вы из этих представленных? Наверное, «Мельником». «Мельником» а не «Жигулями». Наверное, «Мельником», да. Ну хорошо, ладно. Хорошо. Мы выслушали очерёный раз мнение моё и отца Павла. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова